Здаров братва, с вами Миха, вы на канале Hotplay. Это первый выпуск в 2021 году, поэтому от души всех вас поздравляю с Новым Годом. Надеюсь вы достойно его встретили и этот год будет для вас мега удачным. Ну а я решил начать его с самых ожидаемых игр для ПК, которые должны выйти в этом году. Поехали! Hitman 3. 24 января должна появиться заключительная часть трилогии Мир Убийств. В целом привычный для всех стелс экшен. Вам снова предстоит взять на себя роль агента 47 и приступить к выполнению заказов, ликвидируя необходимые цели. В игре будет представлено 6 локаций, включая Дубай. По словам разработчиков, Hitman 3 станет самой мрачной частью из всей трилогии и закроет все сюжетные пробелы истории и персонажей. Как и в предыдущих частях игры, вы можете выбирать абсолютно любую маскировку, подстраивать несчастные случаи, взаимодействовать с другими персонажами, сливаться с толпой и многое другое. Для устранения целей на выбор представлен широкий арсенал гаджетов и различного оружия. Кстати, есть как открываемые виды вооружения, так и уникальные для каждого задания предметы. Кроме того, стоит отметить и улучшенный искусственный интеллект противников. Теперь они будут запоминать наиболее частый маршрут главного героя и начнут тщательнее патрулировать эти зоны. Far Cry 6. Очередная часть шутера от первого лица, анонсированная студией Ubisoft еще в июле 2020. В этой части мы возвращаемся в вымышленную страну Яра на территории Карибских островов. Нас ожидает мрачная история о борьбе против диктатора. На этот раз игроки возьмут на себя роль Дани Рохаса, жителя острова Яра, который стал повстанцем и сражается за свободу своей страны. Ему предстоит опасное противостояние с главными злодеями. Это диктатор Яры Антон Кастилья и его сын Диего. Хочется отметить то, что нас ожидает большой, а главное открытый мир. Разработчики сильно постарались, чтобы игра была качественной, а главное интересной для игроков. Добавлена возможность бегать по крышам, использовать закоулки и многое другое. Кстати, как и Far Cry 5, вы сможете нанять приятелей, чтобы они бегали и сражались вместе с вами. Но выход игры запланирован на май 2021 года. Dying Light 2. Паркур-экшен, который на этот раз порадует глубоким сюжетом, проработанным сеттингом и ролевыми элементами. Нас ожидает увлекательный постапокалиптический сюжет про разгоревшуюся в городе анархию, на смену которой пришли городские банды. Главному герою предстоит своими решениями определять развитие событий в городе. Каждое такое решение, принятое в процессе прохождения, приведет к ощутимым последствиям. Если в течение дня идет борьба людей, то ночью на улице вылезают монстры. По словам ведущего дизайнера Dying Light 2, для сиквела разработчики переписали механику паркура с нуля, а следовательно таким образом смогли обойти технические изъяны первой игры. Также была проведена объемная работа над графикой, которая должна поразить каждого своей реалистичностью. Ну как говорится, поживем-увидим. Выход игры должен состояться весной этого года. Кена Bridge of Spirits. Атмосферное приключение с видом от третьего лица в фэнтезийном сеттинге с акцентом на исследовании мира и стремительной бои. Вам в роли молодого проводника духов Кены предстоит путешествие в заброшенную деревню в поисках священного горного алтаря. Кена пытается разузнать секреты затерянного поселения, где заточены духи скитальца. По мере прохождения героиня находит и собирает маленьких духовных спутников, гнилушек. Они поддерживают баланс, помогая разлагаться мертвечений и гнили, и с их помощью также можно получать новые способности и преображать окружение. На пути будет попадаться огромное число духов леса, загрязненных и агрессивных. Каждый из них представляет угрозу. Боевая система в игре сконцентрирована на таймингах, парированиях и у воротах, а сама Кена сражается при помощи верного магического посоха. Выход проекта в релиз запланирован на первый квартал 2021 года. Humankind. 22 апреля в свет выйдет глобальная стратегия в духе проекта Civilization. Игрокам предстоит построить собственную империю, скрепляя вместе различные, иногда даже не похожие друг на друга, культуры. Да, вместо наций здесь культуры, которых в общей сложности насчитывается целых 60, от бронзового века до современности. Взяв, например, древних египтян, их можно постепенно превратить в римлян или викингов. Каждую эпоху игроки должны выбирать себе дополнительную культуру, ассимиляция которой добавляет определенные бонусы и особенности, позволяющие добиться новых высот. Вместо нескольких типов побед в Humankind имеется лишь одна, это победа с помощью системы славы, и добиться ее можно лишь грамотно, управляя своей империей. Меня порадовала возможность участвовать в реальных исторических событиях, творить подвиги вместе с историческими личностями, а также совершать научные прорывы. Одним словом, решайте сами, изменить ход истории или создать собственное видение мира. Black for Blood Это захватывающий кооперативный шутер от первого лица, от создателей, признанной критиками франшизы Left 4 Dead. Создатели попытались подать историю, максимально похожей на классический зомби-боевик. Вы находитесь в эпицентре войны с содержимыми. Эти носители смертоносного паразита когда-то были людьми, но теперь превратились в ужасающих монстров, готовых сожрать все, что осталось от цивилизации. У вас и ваших друзей остался единственный вариант — принять бой с врагом, искоренить одержимых и отвоевать весь мир. В сюжетной кампании имеется кооперативный режим для четырех игроков. Кроме того, есть возможность участвовать и в PvP боях. Вы можете стать чистильщиком, выбрав одного из восьми и изменив его по своему вкусу, или же наоборот взять на себя роль ужасного одержимого. Каждая сторона имеет уникальное оружие, способности и бонусы. Выход игры запланирован на 22 июня. Kings Bounty 2 — свежий взгляд на одну из старейших серий фэнтезийных ролевых игр. Помимо пошаговых тактических сражений, игра предложит захватывающее приключение с нелинейным сюжетом. Каждое решение игрока здесь имеет значение, будь то в боях с толпами нечисти или в общении с местными жителями. Вам предстоит примерить на себя роль одного из трех героев, каждый со своей неповторимой историей, и отправиться в грандиозное приключение в огромном мире, где на каждом шагу вас поджидает что-то интересное. В лучших традициях серии Kings Bounty игровой процесс разделен на две фазы. Первое — путешествие от третьего лица. Получайте задания, исследуйте окрестности и знакомьтесь с интересными персонажами. В случае вооруженного столкновения игра переходит во вторую фазу, и это уже пошаговый режим. Игрок должен одержать победу, используя тактические преимущества и умело распоряжаясь войсками. Релиз проекта запланирован на март 2021 года. Evil West — это мрачный шутер, в котором вам предстоит сражаться с различными монстрами. Судя по трейлеру, мы увидим нечто похожее на Ведьмака, только с револьверами, винчестером и различными гаджетами. Действия игры разворачиваются в темном фантастическом мире Дикого Запада. Главный герой Джесси Рантье — охотник на вампиров. Он обладает сверхъестественными способностями, которые помогают сдержать угрозу. В бою герой может вооружиться огнестрельным оружием, электроперчатками и различными устройствами. В процессе прохождения можно открывать новые перки, чтобы получить способности и таким образом менять стиль игры. Проект выйдет во второй половине 2021 года и будет поддерживать как одиночные, так и многопользовательские режимы. Vampyr Masquerade Bloodlines 2 — продолжение культовой вампирской экшен-РПГ. На этот раз события разворачиваются в Сиэтле, мрачном городе, наполненном различными фракциями и притягательными, но опасными персонажами, следящими за каждым вашим решением. Начало игры вызывает в памяти первую часть. Герой снова против Оли обращают вампира, и ему предстоит выживать в компании себе подобными. Процесс создания персонажа немного изменится. Сперва придется выбрать прошлый герой, а именно кем он был. А вот с кланом нужно будет определяться уже в процессе игры. Сам персонаж теперь сможет подпрыгивать на огромную высоту, карабкаться на высокие уступы, владеть телекинезом и даже превращаться в туман. А еще разработчики немало потрудились над тем, чтобы доработать боевую систему. Схватки станут более быстрые, насыщенные событиями и по-вампирски кровавые. И кстати, выбирайте союзников с умом, поскольку у каждого есть свои тайные мотивы. Ну а выход этой части намечен на первую половину 2021 года. Hello Infinite Новая часть серии Hello, которая сосредоточится на истории мастера Чифа и сложнейшем испытании, выпавшем на его долю. Можно уверенно сказать, что по сути это прямое продолжение Hello 5. Отмечу сразу, что на мой взгляд геймплей практически не изменился. По сюжетной линии человечество активно сражается против инопланетных захватчиков и в один момент принимается решение отправить в тыл врага модифицированного суперсолдата мастера Чифа. Во время своей миссии Чиф столкнется с множеством преград и опасностей. Игровой трейлер показал, что графика перешла на абсолютно другой уровень и стала более реалистичной с повышенной детализацией и достойной анимацией. Возможно это все благодаря тому, что данная часть будет установлена на продвинутом движке Sleep Space. Ну что ж, надеюсь фанаты останутся довольны. Релиз игры назначен на осень 2021 года. На сегодня это все друзья, буду рад если в комментах перечислите игры, выходы которых ждете именно вы. Ну а с вами был Миха, огромное всем спасибо, что смотрите, не болейте, берегите себя и своих близких и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok